Всем привет! Сейчас расскажу и покажу такой нехитрый способ, как нанести равномерно шпаклевку с помощью валика. Делается это все элементарно. Разводится шпаклевка, консистенции как сметана, берется обычный валик и вот такая вот штука. И наносите на стену жирным слоем. Видите как я наношу? И погнал. Буду делать и показываю. Да, вообще эта система рассчитана на двух человек. Я ее выхватил как-то, не помню, где-то какое-то видео смотрел и подхватил эту систему. Один чувачок намазывает шпаклевку, а другой чувак идет чисто шпателем, это все завлаживает. И вот, блин, так быстро все получается. И я, дай, думаю, попробую, да? И, блин, действительно, ой, блин, разлетел. Все кайфово, мне понравилось. Нужно только наносить равномерно. Ну, если вы хотите, грубо говоря, да, около миллиметра слой, то наносите жирно. Ну, не то, чтобы там совсем каша была на стене. Ну, и не тонкая. Да, вот какой у меня. Я думаю, наверное, видно вам. Сейчас еще вот здесь чуть-чуть подтяну, да? Вот, каша. Доверху не надо. Вот у меня такое болото, можно сказать, с шпакалки. Вот здесь вот куба сверху тоже. Но чуваки там делали, короче, у них двуметровый шпатель. И он двуметровым шпателем это все стягивало. Ну, у меня такого нету. Диспособление, забыл, не знаю, как фирма называется. Там дорогие шпателя, 5 тысячи там шпатер стоят, плюс держатель. Ну, короче, дорогой удовольствие. Ну, это кто шпатлюет под тысячей квадратов в день, кто может быть его напрягодится. Ну, ладно, все. То есть заговорил, сейчас покажем. Вот, этот надвину, да? У меня обычный шпатель нехитрый. Вот такой вот за 180 рублей. Прошел уже не первую квартиру. Я доволен. Смотрите, что у нас получается. У нас есть вся каша, да? У нас на стене. Просто стягивайте вниз, аккуратненько. Раз. Раз. Вверха уже подтяните, как бы, на шпателе. Где-то можно вот добавить чуть-чуть уже шпатами. Это будет у меня первый слой. Второй слой таким же шмакаром я буду наносить. Повторюсь, то, что это вообще в идеале делать вдвоем. Ну, нужно было чуть-чуть не подождать, чтобы она немножко отдала влагу. На самом-то деле. Рановато я начал заглаживать. Ну, хорошо, ладно. Поспешил. Чуть-чуть ждете, чтобы она отдала влагу, да? И тогда она становится более эластичная. И лучше отдаются шпатурке, можно и так сказать. Вот здесь у нас что-то. Лишнее убрали. Здесь поспешил это пока первый слой. Я вам что скажу, что поклевка накладывается, можно так сказать, наносится до процентов восемьдесят равномернее, чем вы наносите вручную. Когда вы наносите вручную, у вас где-то слой, можно сказать, тоньше, где-то вы сняли лишнее, да? Оно когда высыхает, это все видно при высыхании, где тоньше, где толще слой. И здесь слой фактически один равномерный. Так что не хитрая система. Мне это довольно-таки нравится. Правда, можно делать вдвоем. Одному, конечно, это муторно. Но я делаю один, я уже привык. И если кто будет делать новичок, то, мне кажется, процентов 50 на 50 его запорит. Нужно потренироваться больше. Но это все быстро. И слой получается у нас равномерный. Особенно это классно на потолках, когда вы наносите, например, шитрок, да? Там миллиметровый нужен слой шпаклевочной пасты. Вы валичком это все наносите и шпателем все заглаживаете. И у вас равномерно получается шпаклевка ложится. Ну вот, как-то так, кому понравилось, поставьте палец, подпишитесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok